Дорогие друзья, я хочу вас познакомить с важным в онкосообществе событием. Это пятый юбилейный международный форум онкологии и радиотерапии «Ради жизни» for life. Идемте! Прошите зачитать, дорогие коллеги, приветствие президента Российской Федерации, организаторам, участникам и гостям пятого международного форума онкологии и радиотерапии «Ради жизни». Уважаемые друзья, приветствую вас на пятом международном форуме онкологии и радиотерапии «Ради жизни». Уже стало хорошей традицией, что на площадке форума проходят крупнейшие мероприятия в области онкологии и радиологии. Более 50 тематических круглых столов, мастер-классы, семинары объединяют известных специалистов и молодых врачей, ученых, представителей здравоохранения и работников среднего медицинского звена. Такая насыщенная междисциплинарная повестка, заинтересованная совместная работа позволяет на высоком экспертном уровне оценить ситуацию в области борьбы с онкологическими заболеваниями и их распространением. Предметно обсудить многие сущностные профессиональные вопросы, способствуют кооперации систем национального здравоохранения и медицинских сообществ, сопряжению потенциалов научных и исследовательских образовательных центров и, главное, приносят огромную пользу в сфере разработки и внедрения наиболее эффективных методов профилактики, диагностики и лечения опасных недугов подготовки квалифицированных кадров. Сегодня можно с уверенностью сказать, что форум состоялся, подтвердил свою практическую значимость и востребованность для развития онкологических служб России и других стран, сбережения здоровья миллионов людей. Желаю вам плодотворных и содержательных дискуссий и, конечно, успехов в вашей благородной миссии. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, 21 сентября 2022 года, Москва-Кремль. Мы очень рады, что мы тесно сейчас взаимодействуем с пациентами. Все-таки, конечно, врачебное сообщество – это одна дорога, и рядом идет дорога людей, их родственников, которые получили вот это известие и вместе сплотились, либо пока еще не сплотились в борьбе с этим тяжелым недугом. Когда мы вместе все, то это совершенно другое отношение. К сожалению, у многих больных в один период лечения жизни несколько меняется, меняется расписание о жизни, получаются курсы химиотерапии, которые требуют психологической, семейной реабилитации, поддержки близких. И тут вот очень важно, что мы видим тот отклик, который мы получаем от пациентских организаций. Мы получаем замечания и критику с места, из регионов, и тут же включаемся в решение этих задач и проблем. Нельзя работать, если ты не получаешь обратной связи. Поэтому вот эта обратная связь – это дружеское взаимоположение. Потом мы врачи все понимаем, это всегда повторяю своим коллегам, что мы можем оказаться и за этим столом пациентским. Сегодня или завтра брони, к сожалению, ни звание, ни специальность не гарантируют. Только в нашем центре за это время было проведено около 9 тысяч телеконсультаций. Когда мы начинали 2-3 года назад, было 400 в год. Пятый наш форум. Форум посвящен жизни наших онкопациентов. Конечно, самая знаковая сессия – это сессия, которая посвящена организации здравоохранения. Потому что, понятно, лечить умеем, но чтобы хорошо лечить, надо хорошо организовывать. И у нас ежегодная наша секция, на которую собираются главные врачи, представители пациентских организаций, главные внештатные специалисты-онкологи, где мы обсуждаем теперь уже не нововведение, а текущий статус нашего состояния службы, работаем в новых условиях, в условиях нового порядка, в условиях маршрутизации, делимся опытом, в том числе и мы обсуждаем вопросы первичной медико-санитарной помощи, потому что мы понимаем, что ранние выявления – это важно, контролировать подозрения на злокачественное образование – это важно. Поэтому вот такая наша секция, в результате которой ежегодно у нас выпускается резолюция, но резолюция такого характера, с которой мы можем черпать предложения, такие практические, которые мы можем формировать уже предложениями в нашем Министерстве здравоохранения Российской Федерации. Это касается и способов оплаты, и формирования новых тарифов, и внесения изменений в нормативно-правовое регулирование. Поэтому у нас площадок достаточно, но это такая крупная площадка, которая позволяет один раз в год объединить практически всю страну и поделиться опытом. Вот такая была на вашей сессии и слышала о том, как обсуждали колоноскопию и гастроскопию под седацией. Вот какие-то будут приняты решения по поводу того, что высказывали ваши коллеги, свое мнение? Ну, смотрите, какая история. Технология проведения самой процедуры колоноскопии, она известна. Это метод диагностики, зарегистрированный уже многими десятилетиями. Вопрос анестезиологического сопровождения, а именно седации, это как бы дополнительная история. Первая для пациентов, которые имеют какую-то сопутствующую патологию и при низком болевом пороге могут дать там нарушение ритма, еще что-то, еще что-то. То есть это определенная группа пациентов. И вторая группа у нас, это те, кто хотят просто комфортно, заснул, ничего не чувствовал и проснулся. Потом есть еще третья группа пациентов, это пациенты прооперированные. И тогда, например, наши специалисты в НМИЦе, они вообще против применения анестезии, потому что только с помощью вот тактильных, ну каких-то даже болевых ощущений врач может контролировать, как он идет именно по области резекции, как, если там нет структуры. То есть здесь вот три группы, это все нюансы, методики все рассчитаны. Государственная поддержка в части оплаты вся зарегулирована. Вопросы территориальных фондов о потребности тоже главные специалисты могут решать на местах. Ну, конечно, мы за, за анестезиологическое пособие, потому что это комфортно, это не больно. Но есть некоторые моменты, на которые нужно вот обращать внимание именно с клинической позиции. Поэтому нельзя просто вот требовать анестезию, вот и все. Надо, чтобы все-таки доктор решил, нужна анестезия или не нужна анестезия. Вот наше мнение такое. Коллеги пришли к компромиссу. Да, пришли, что все есть, осталось только все разложить по полочкам. Корм очень интересный, яркий, насыщенный. Приехало много представителей онкологической службы, других специальностей из региона. Очень рада была всех видеть. Много лекций было на этом форуме. Самая интересная часть, мне кажется, это вот как раз награждение номинантов. И от себя могу отметить, что для меня это вообще первый опыт. Меня пригласили в качестве эксперта, судьи. И я участвовала в отборе как раз номинантов. Мне было очень приятно, что ту номинацию, в которой я участвовала, выиграл как раз доктор из Тамбова, за которую я больше всех поставила как раз баллов и голосов. Поэтому мне очень приятно, что все получилось. И оценили специалистов как раз по его заслугам. Ну, здесь было представлено множество номинаций. Я как раз голосовала, выбирала участников касаемо диагностики, генетику. Вот мне как раз там тоже приплюсовали. Диагности были из абсолютно разных областей. Те, которые занимались и компьютерной томографией, и ПЭД, и УЗИ я отбирала. Ну, и вот как раз и генетики мне тоже в том числе достались. И, ну, в общем, в принципе, было интересно даже вот посмотреть, почитать те работы, которые делали специалисты. И это не там однодневный труд, это многолетняя работа даже всего коллектива. И мы оценивали, я так понимаю, что идейного вдохновителя как раз этих работ. И вот больше всего внимания, конечно, заслужило среди как раз и зрительских симпатий. Это доктор из Тамбова, которая разработала программу по скринингу рака молочной железы. И у нее очень неудачно это все получилось. Поэтому ее от всей души поздравляем. Премию «Радиотерапевт года» мне вручили за проект. Это КТ-топометрия на догоспитальном этапе. Три шага от разметки до лучевой терапии. Здесь мы хотели показать, как мы можем работать до госпитализации. То есть уменьшить количество дней нахождения пациента в стационаре, на коечке. То есть пациенты и так у нас очень долго находятся на лечении. От 10 до 50 дней. КТ-топометрия занимает около недели. То есть мы эту неделю пациентам даем быть дома. Как все уже, наверное, видят меня, у меня тремор. Я очень рада. Я просто... Мне очень-очень приятно. Я бы хотела, наверное, сказать спасибо организаторам за то, что они нас ценят, любят и моим пациентам, и моим докторам, и моим коллегам, и моим руководителям. Всем огромное спасибо за поддержку. Александра Александровна, здравствуйте. Мы вас поздравляем с получением премии. Скажите, пожалуйста, нашим зрителям, за что вам дали? Здравствуйте. Спасибо за поздравление. Ну, нами предложена была методика, когда пациентам при опухолях полости рта удаляется язык, удаляются ткани дна полости рта и удаляется челюсть. И в последующем мы брали лоск, который замещал... Кость малоберцовая замещает саму нижнюю челюсть, кожа замещает ткани дна полости рта и дополнительно брался фрагмент вымышцы на отдельном перфоранте, и мы выполняли восстановление языка. То есть за одну операцию пациент излечивался от злокачественной опухоли, выполнялась обширная резекция, резекция языка, ткани дна, полости рта, челюсти, и за счет одного стожно-составного лоскута в один этап мы реабилитировали пациентов, и пациенты, соответственно, реабилитировались в кратчайшие сроки без ущерба донорского ложа, так как всего лишь один лоскут вместо двух привычных. Я, конечно же, очень рада, что я получила столь престижную премию Александра Ивановича Савицкого, как и для практического онколога. Конечно, я благодарна каждому, кто отдал голос за данную методику. Сегодня был удостоен чести стать лауреатом премии Академика Савицкого в номинации «Лучший молодой онколог года». Для меня, конечно, искренняя радость, огромная честь, во всяком случае, поучаствовать в этом форуме, поучаствовать в премии Савицкого и тем более стать лауреатом. Лучшего даже не мечтал. Ну и самое яркое мероприятие сегодняшнего дня на форуме это премия имени Академика Савицкого, где врачи по всей стране выбирали самых достойных, самых заслуженных, самых ярких представителей своей профессии за вклад в медицину, за вклад в лечение пациентов. И всё это ради жизни. С самого раннего утра здесь проходят сессии. 13 залов, где врачи по разным нозологиям делятся своим опытом, наработками, современными методиками, рассказывают о своих клинических случаях, о клинических исследованиях. И это в таком количестве представлено. Много интересных докладов. И даже нам, нашей команде ОНГТВ, удалось послушать некоторые, которых мы чуть позже вам расскажем. На форуме также представлены производители и фармкомпании российские, которые рассказывают о своих наработках, о своих изобретениях, о том, что они производят. Рассказывают здесь врачам, и студентам в том числе, медицинских вузов, о своих изобретениях, о своих продуктах. Достаточно широко представлена российская продукция. Остановка на форуме очень благоприятная. Что особенно меня радует, это что есть очень много студентов, которые активно, естественно, интересуются. Они задают очень много вопросов. Может быть, не всегда, они очень глубоко погружены в тему, но, тем не менее, они стараются и выискивают что-то новое. То есть хочется надеяться, что такие активные, любопытные люди, это будущее нашей врачебной практики. Ну и, конечно, в целом, очень много здесь можно увидеть и главных врачей, и различных онкодиспансеров, различных клиник, что, по моему мнению, говорит об актуальности мероприятия, о насущности тем, которые здесь обсуждают. Ну и также мы видим, что много компаний, которые поддерживают это мероприятие, также стараясь внести свою лепту в лечение таких сложных заболеваний. Субтитры создавал DimaTorzok Прекрасно, спасибо большое организаторам, которые организовали большое мероприятие, которое проходит всю неделю, много, многоплановое, столько разных заболеваний можно обсудить с коллегами, современные подходы, поговорить на стыке профессий, хирургии, лучевой терапии, на стыке химиотерапии. Прекрасный форум. Прекрасные выступления, много очень известных профессоров, директоров клиник. Блестящие доклады, большой опыт очень лестно было, что пригласили и разрешили доложить собственные скромные результаты. В общем, эти форумы помогают врачам, самое главное, чтобы продлевать жизнь людям за счет обмена информацией и у каждого конкретного пациента применять новые технологии. И если либо перенимать опыт коллег, либо узнавать, куда можно в качестве альтернативы направить пациента для получения второго мнения и максимального улучшения результата. Сегодня на форуме для себя что почерпнуло, где было, что новенько узнало? Ну, я еще не всю программу прошерстила, но там, где я была на мероприятиях, которые организовали для пациентского сообщества, мне очень понравился тот факт, что вообще в принципе такое мероприятие было сделано. Мне понравилось, что пациентов готовы услышать. Мы успели поговорить о том, что качество оказания медицинской помощи должно включать в себя не только KPI в килограммах, штуках или людях, но, может быть, еще и в измерении качества жизни пациентов, для которых оказывается медицинская помощь. И вот мне удалось, например, напомнить коллегам о том, что это важно. И мои коллеги из НКО тоже меня поддержали. И была большая интересная дискуссия, например, была о телемедицине, как она работает, много предложений у пациентского сообщества. Интересно рассказали нам доктора, поэтому, на мой взгляд, было очень интересно и полезно. А в целом, как тебе форум? Вот по атмосфере уже? По-моему, очень приятно. Я на самом деле очень рада выйти в люди и уже рада просто знакомых лиц увидеть, потому что два года почти не виделись. И сейчас наполняюсь ресурсом, заряжаюсь от близких людей и очень рада, что это происходит. Потому что на самом деле очень соскучились, очень не хватает очной работы. И я вышла, просто вот хожу, говорю, привет, привет, привет. Много знакомых встретила. Да, поэтому работа всегда должна быть. Такие мероприятия очень важны. Нужно много познакомиться. Сегодня я трех разных людей, занимающихся одними и тем же делом, познакомила между собой. Я свою задачу выполнила. Поэтому для меня это ресурсное мероприятие. Я сюда хожу подзаряжаться. Точно так же, как я уверена, большинство участников. Есть возможность отключиться от своей рутины. И обучение, и знакомство, узнавание новое. Это всегда связано с профилактикой профессионального выгорания. Поэтому очень здорово, что такие мероприятия происходят даже в этом ключе. Субтитры создавал DimaTorzok